Когда девочка Оля сама еще была ученицей, ей нравилось несколько предметов, среди которых география и немецкий язык. Родилась она в Калининградской области, немецкий язык был востребован, и на то время ей очень хотелось быть экскурсоводом-переводчиком. Закончив школу, выбрала факультет географии. На тот момент, когда я поступала в университет, появилась новая специальность – геоэкология. И на тот момент экология только развивалась, везде появлялись эти факультеты. И как-то меня заинтересовал этот факультет, и я решила поступать на него. И, честно говоря, не думала, что как-то буду связывать свою жизнь с экологией, но, тем не менее, выбрала именно эту специальность. В университете ей посчастливилось пройти практику в национальном парке «Куршская коса», где она разрабатывала экологическую тропу, занималась изучением животных и растений. По окончанию вуза Ольга Кузьмина переехала в Московскую область, вышла замуж, устроилась на работу в школу. Выбор этот был, скажем так, не столько осознанным, просто хотелось себя попробовать. И на тот период для меня важен был неполный рабочий день, так как на тот момент у меня был маленький ребенок, и школа оптимально подходила под эти условия. Но, отработав год, два, три, я поняла, что эта профессия мне нравится, что у меня получается, что есть какие-то успехи. И, в принципе, даже вопрос о том, чтобы поменять место работы, я уже для себя не ставила. Первым местом работы Ольги Николаевны стала Одинцовская школа номер 8, а через три года ее пригласили в 10-й лицей. Здесь, как она сама признается, у нее появилось гораздо больше возможностей, поскольку в лицее обучается много мотивированных детей. Они увлечены научной и проектной деятельностью. Так, у педагога зародилась идея о создании проекта «Экологическая флэш-панорама Подушкинского леса». Создание экологического проекта «Экологическая флэш-панорама» возникло у меня в связи с тем, что, будучи студенткой, я тоже делала проект в Национальном парке. И наш Подушкинский лес также является особо охраняемой природной территорией. И я подумала, что наши жители города, и в особенности наши учащиеся дети, должны знать природу нашего края. Ольга Кузьмина считает, что отношения учителя с учеником должны складываться именно на доверии, поскольку дети являются ее главными помощниками. В моей профессии, конечно же, самое важное – это дети, которые приходят, с которыми, естественно, хочется поделиться всем, чем ты знаешь, научить, обучить. Ну и, наверное, если применительно к моему предмету, то привить любовь к родному краю. И, наверное, каждому ребенку требуется какой-то индивидуальный подход. И, мне кажется, ребенок должен чувствовать, что он может доверять своему учителю. На областном конкурсе «Учитель года Подмосковья-2016» Ольга Кузьмина оказалась, став победителем на районном уровне, где конкуренцию составили порядка 20 участниц. На областном же конкурсе было уже около 60 участников, и она понимала, что будет тяжело. Однако мастерство и талант педагога жюри оценила по достоинству. В результате – первое место. Когда Ольга Николаевна начала пробовать свои силы в проектной исследовательской деятельности, то первое, с чего она начала – создание буклета «Грибы подушкинского леса». Сейчас в планах грандиозный проект – информационный стенд с изображением животных и птиц. Каждый рисунок снабдить QR-кодом для того, чтобы к мобильным устройствам можно было считать информацию и подробно узнать о представленных на стенде животных и растениях. До своей поставленной цели осталось совсем немного. Нужно, чтобы дети, прежде всего, учились исследовать на своей местности, по своему району, по своему региону. И поэтому, когда мы создаем исследовательские проектные работы, я всегда стараюсь предложить детям какие-то темы, связанные со своим регионом. Ежегодно ученики Ольги Кузьминой становятся призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. В числе лучших реализованных проектов «Мы и наша среда», где ученики исследовали город на визуальное загрязнение. Подмосковный Шанхай связаны с изучением высокой плотности населения. Работы по полезным ископаемым Одинцовского района и проект, посвященный Году экологии. Ребята вместе со своим наставником создали эко-календарь 10-го лицея. В нем указаны ежемесячные экологические акции с их кратким описанием. Новость о том, что ее фото разместят на доске почета, стала для Ольги Николаевны символичной. Ведь когда она еще была маленькой, ее путь от дома до школы проходил мимо доски почета. Она смотрела на фотографии людей, представляя себя на их месте. И вот эта заветная мечта начинает сбываться. Когда мне сказали, что информацию обо мне и фотографии тоже повесят на доску почета и будет краткое описание, то, честно говоря, эта информация меня очень порадовала. Ученики Одинцовского лицея номер 10 считают, что им очень повезло с учителем географии и экологии. Они сами во многом преуспевают, и им есть с кого брать пример. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.